Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о том, что за деньги не купишь и взаймы не возьмешь, о том, что самое важное в жизни каждого человека. В эфире программа «Время здоровья» в студии Ольги Алексеева. Сегодня вы узнаете, что такое рефлексионная хирургия, насколько она безопасна и эффективна, кто может попасть на операцию и от чего зависит результат, какова стоимость процедуры. Смотрите прямо сейчас в программе «Время здоровья». Итак, знакомьтесь, гость нашей программы, кандидат медицинских наук, хирург-офтальмолог, заслуженный врач Чувашской республики Маслова Надежда Александровна. Надежда Александровна, здравствуйте! Здравствуйте! Маслова Надежда Александровна, кандидат медицинских наук, хирург-офтальмолог высшей квалификационной категории, заслуженный врач Чувашской республики, специализация рефракционно-лазерные операции. Расскажите, что такое лазерная рефракционная хирургия? Насколько она безопасна и эффективна? Вообще рефракционно-лазерная хирургия – понятие собирательное. Она включает в себя как хирургические, так и лазерные методы. То есть это целый комплекс воздействий на оптические среды глаза с целью изменить их свойства. Поэтому в зависимости от точки приложения мы можем рассматривать рефракционно-лазерную хирургию, роговицы, хрусталика, стекловидного тела и даже сетчатки. Чтобы нашим зрителям было понятнее, какие виды бывают, и что это за вмешательства? Это лазером проводятся операции, чтобы было проще? На сегодняшний день наиболее популярным являются операции, связанные с изменением оптических свойств в роговице. Роговица – это передняя оболочка глазного яблока, которую все хорошо видят у себя на глазах. Она прозрачная, лишена сосудов, доступна и обладает очень большой диоптрийностью, и ее моделирование приводит даже небольшие изменения в параметрах роговицы, приводит к хорошим функциональным результатам. В зависимости от того, выполняется операция с помощью хирургического инструмента или с помощью лазера, подразделяются виды операции. Какие показания должны быть к проведению этой операции? Показанием к этой операции является в первую очередь профессиональная необходимость хорошего зрения. То есть это может быть близорукость высокой степени, маленькой или средней степени, а также дальнозоркость высокой, средней и маленькой степени и возрастные дальнозоркие изменения в глазу человека. Какие все-таки возможности такой операции? Знаю, в основном молодежь ведь обращается, правильно? В основном, конечно, обращаются молодые люди. Это люди, которых практически стоят перед выбором профессии. А как известно, в настоящее время очень большое внимание, вернее, очень большие требования предъявляются к остроте зрения, поскольку человек где-то 80 с лишним процентов информации получает за счет зрительного анализатора. Поэтому необходимо иметь очень хорошее зрение, поскольку низкое зрение, оно ограничивает и профессиональную деятельность, ну и, соответственно, восприятие мира. Скажите, какое вы должны быть зрение? Зрение должно быть 100%, но если его нет от природы, то мы можем это сделать с помощью наших рефрикционно-лазерных операций. Если коснуться рефрикционно-лазерных операций, то основоположником, во-первых, сама хирургия рефрикционно-лазерная зародилась еще в прошлом веке. Ее основоположником был Япон Сато, который сделал несколько надрезов на одной из поверхностей роговицы. Но, к сожалению, эта операция не получила большого широкого распространения ввиду большого количества осложнений, полученных во время этой операции. А вот уже наш соотечественник, всем известный, хорошо известный академик Святослав Николаевич Федоров со своими учениками разработал технологию, разработал инструментарий и применил эту операцию сначала в эксперименте, а потом и на людях. Она получила название передней радиальной кератотомии, триумфальное шествие, которое началось с прошлого века. Многие горожане наши были первыми пациентами и имеют на сегодняшний день хорошее зрение благодаря именно этой операции. Продолжение следует... Только после этого врачи определяют тактику лечения хирургического или консервативного тех заболеваний, которые были выявлены. В любой другой больнице на такое же обследование ушло бы гораздо больше времени. Специалисты МНДК микрохирургии глаза могут поставить точный диагноз прямо в день обращения. В единой компьютерной сети хранится вся информация о результатах обследования каждого пациента. В настоящее время офтальмохирурги клиники выполняют все операции, существующие в мировой практике, и ряд уникальных, которые были разработаны в МНДК микрохирургии глаза. Но не все заболевания оперируются. Патологии зрительного нерва, сетчатки глаза, лечение амблиопии можно исправить с помощью физиолечения, магнита и электростимуляции. Главное, что все пациенты после процедур уходят с улучшением зрения. Первая операция прошла в Чебоксарах. Первая? Да, первая. С помощью фентосекундного лазера. Что это за лазер такой? Что он позволяет сделать? Поскольку технологии все время совершенствовались, рефракционно-лазерные, то появилась возможность применить лазер для воздействия на роговицу. То есть это малоинвазивный метод, то есть метод, который позволяет за счет минимального воздействия на ткани роговицы воздействовать таким образом, моделировать параметры роговицы таким образом, чтобы получить максимальную остроту зрения. Это стало возможным благодаря приобретению нашим филиалам в октябре 2007 года фентосекундного лазера. Американская фирма Амбли. Он единственный в России? На сегодняшний день мы не являемся монополистами, а уже такие лазеры в России есть. Но мы были первыми, и 27 октября 2007 года была сделана первая операция с помощью фентосекундного лазера. Какой процент успешных в этой операции? Вы знаете, эта операция при правильно подобранных параметрах, она обладает стопроцентной эффективностью и совершенно, абсолютно безопасна, поскольку, я еще раз повторюсь, воздействие лазерного излучения на глаз минимально. То есть споспоряются какие-то доли микрона. И человек получает хорошее зрение именно благодаря тому, что за счет ремоделирования роговицы происходит смещение фокусного расстояния. Какие-то противопоказания есть к операции? Противопоказанием может являться только общее состояние больного, если у него высокая температура, если он... Ну, как перед любой операцией, да? Он проводит общеклинические анализы, и если у него есть отклонения, то, возможно, перенос этой операции. Как попасть на такую процедуру? Нужно ожидать, записывать. Значит, на сегодняшний день попасть на эту процедуру достаточно просто. У нас есть горячая линия. Я сейчас назову номер телефона этой горячей линии. 8 800 700 07 88 И регистрация на официальном сайте МНТК слепота.нет Насколько нужно ожидать? Вы в день обращения, допустим, по горячей линии, вам назначается на следующий день по вашему желанию или в тот день, когда вы можете подойти. Филиал работает с 8 утра до 4 часов вечера ежедневно, кроме субботы и выходных дней. Еще один такой немаловажный вопрос. Какова стоимость этой операции? Цены на рефлюционно-лазерные операции варьируют от 14 000 до 33 000 в зависимости от сложности и исходных параметров глаз. Это показания, да? Да, показания, которые получаются в процессе обследования. У нас есть сюжет о вашей клинике. Давайте посмотрим его вместе и вернемся к нашей беседе. Рефрикционная хирургия – одно из основных направлений работы филиала. Эксимер-лазерная коррекция близорукости, дальнозоркости и астигматизма является новейшей технологией современной офтальмологии. Именно в этом отделении реализуется главная идея академика Святослава Федорова – дать возможность видеть без очков и контактных линз. Этой возможностью уже воспользовались более 50 000 человек. Среди них и 22-летняя Настя Семенова. Она приехала в Чувашию и с соседним Риэл. Сколько себя помнит, всегда носила очки. Однажды решила – пора смотреть на мир своими глазами. Работа заключается в том, что я постоянно сижу за компьютером. Хотелось бы очень давно, хотелось бы остановить зрение. Вот с мамой приехали, и вот сейчас тут. Вчера сделали операцию, чувство все отлично. Вернули мне 100% зрение. Я очень прям рада. Здесь очень хороший персонал. Когда меня положили на операционный стол, хирург сказал, что не бойся, все будет хорошо. Все на самом деле быстро прошло и без болезней, без болевых ощущений. Потом уже через 3-4 часа были такие не очень приятные чувства, но это все прошло потом. После обеда уже, после часа, после операции я начала уже видеть очень хорошо. Александр Попков – житель Пермского края. Заметил ухудшение зрения в последние годы. Появились трудности при вождении автомобиля. На операцию решился быстро. Обследование провели быстро. Операцию назначили мне на следующий день. То есть проходила она буквально минут 10-15, не больше. А после операции дошел сам, зашел в кабинет, меня посмотрели, отправили обратно в номер. После подобных операций пациентов размещают в пансионате. В современных комфортабельных комнатах созданы все условия для того, чтобы восстановительный период прошел как можно эффективнее и быстрее. В нашем отделении, которое было организовано и в 97-м году, с тех пор, за этот период мы сделали около 50 тысяч операций. В последнее время мы в основном делаем операцию метным фемто-секундно-лазерным, фемто-лейсик. В основном контингент – это молодые люди, а также люди в возрасте с гиперметропией. Много пациентов приезжают практически со всех регионов России, ну и ближнего и даже порой дальнего зарубежья. Весь цикл лечения в основном занимает 3-4 дня. День обследования, день операции, два дня – это наблюдение перед выпиской. Пациенты достаточно хорошо переносят эту процедуру, зрение достаточно высокое. Учитывая возможность современной рефракционно-лазерной хирургии, показаний для этой операции очень много. Это и астигматизм, это и дальнозоркость. Мы можем снять дальнозоркость до 5-6 диоптрий, ну в основном с 4-4,5-5. Миопию до 12-13, но показания гораздо шире, потому что в некоторых случаях эта операция может сделать с целью уменьшения степени миопии. А также астигматизм любой формы, смешанной. В нашем центре мы используем не только фемто-лазерные технологии, а практически используем все возможные виды современной рефракционной хирургии. После операционный период никаких особых ограничений пациент не испытывает. Важно не тереть глаз, чтобы не сместить установленную роговицу. В течение недели не советуют купаться, особенно в пресной воде, ходить в сауну, находиться в накуренном помещении, пользоваться спреями, в общем, подвергать глаз раздражающим факторам. Что ж, посмотрели сюжет. Очень приятно, что такая клиника находится именно в Чебоксарах. Надежда Александровна, давайте все-таки еще раз поговорим о том, когда нужно обратиться за помощью и сделать рефракционно-лазерную операцию. При каких показаниях? Показанием рефракционно-лазерной операции является низкая острота зрения пациента. Насколько низкая? Грязорукость от минус 1 и выше до минус 14 возможности рефракционно-лазерной хирургии, а также дальнозоркость от плюс 1 и до 7 диоптрий. Скажите, а это больно? Операцию возможно проводить с 18-летнего возраста. Операция совершенно безболезненна, дается анестезиологическое пособие, которое полностью исключает болевую чувствительность. Пациент находится в контакте с врачом, перед операцией необходима обязательно беседа пациента, из которой он узнает все этапы операции, прогноз и предполагаемый результат операции. Самое главное, с больным необходимо установить личный контакт, чтобы он адекватно реагировал на все манипуляции, которые проводит доктор. Каждый больной, кроме того, что пациент обследуется, еще и проводится личная беседа с доктором, в результате которой решается вопрос о выборе операции, о ее методике. То есть пациент информируется о возможных последствиях оперативного вмешательства. Скажите, а можно ли сделать операцию амбулаторную или стационарную? Как проходит вообще операция, лечение и последующие уже наблюдения? Операция относится к разряду амбулаторных, то есть пациент вправе прийти, сделать операцию и уйти домой с соответствующими рекомендациями. Но, как правило, иногородние пациенты заселяются в лечебное учреждение. То есть там же находятся? Да, в пациенте, где и получают соответствующие процедуры после операции. Скажите, а большой процент приезжих по этому направлению? На сегодняшний день половина пациентов – это приезжие люди из различных регионов России и даже из-за рубежа. Даже так? Даже так. Здорово. А почему приезжают именно к нам в Чебоксары, а не в другие клиники России? Ну, я с гордостью могу сказать, что наша клиника является одной из лучших в регионе. Во-первых, оборудование, которым она оснащена. Во-вторых, высокая квалификация специалистов. А исход любой операции, в первую очередь, зависит от уровня профессиональной подготовки специалистов и, соответственно, оборудования, которым располагает данная клиника. Ну, хорошо. Скажите, а вообще больничный лист выдается пациентам? Пациент нетрудоспособен после операции, поэтому, как любому пациенту с наличием признаков нетрудоспособности, ему выдается при необходимости больничный лист. То есть, он приехал, он уже, вы говорите, из-за рубежа приезжает. Они же тоже, наверное, по месту жительства работают. Нет проблем. Мы выдаем листы нетрудоспособности всем нуждающимся с момента оперативного вмешательства. И на сколько будет такой больничный лист? Больничный лист дается до момента нахождения пациента в клинике и несколько дней на дорогу, в зависимости от того, с какого региона или откуда приехал данный пациент. Это от одного до трех-пяти дней. Надежда Александровна, скажите, какие новые методики вы можете предложить пациентам, которым раньше по той или иной причине вы отказали в операции? На сегодняшний день такая методика существует. Это методика имплантации миорингов. Пациенты с высокой степенью близорукости и тонкой роговицы раньше не имели возможности получить полноценный рефракционный результат. С января 2013 года в нашем филиале внедрена новая методика имплантации миорингов. Вот эту методику, причем имплантируем мы ее в карман, который формируется с помощью фемтосекундного лазера. Вот такую методику выполняется в России только в Чебоксарском филиале на сегодняшний день. Слушайте, здорово. Такая гордость появляется за наши родные Чебоксары и за клинику, которая находится здесь. Поэтому пациенты, которым раньше было отказано в операции за счет параметров, подходящих для операции, на сегодняшний момент могут получить хорошие функциональные и клинические результаты. Надежда Александровна, обратитесь к жителям нашей республики, пусть они придут и все-таки сделают свою жизнь лучше. Уважаемые горожане, я приглашаю вас посетить нашу клинику. Во-первых, это интересно будет для вас. Вы увидите новые технологии, новые методики, познакомитесь с новыми приборами, которые позволят просмотреть ваш глаз, что называется, от начала и до самого конца. Всегда легче предупредить заболевание, чем его лечить. На этом наша программа подошла к концу. Надежда Александровна, спасибо, что пришли к нам в гости. А я напоминаю, в эфире была программа «Время здоровья». У нас в гостях была Маслова Надежда Александровна, кандидат медицинских наук, хирург-офтальмолог, заслуженный врач Чувашской республики. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. До свидания. Спасибо, Лучка. А и вам я желаю крепкого здоровья. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова